Воспитанники Ингинской детской спортивной школы провели первую зиму в новом интернате. Раньше дети проживали в старом здании 85-го года постройки. Новый интернат ввели в эксплуатацию 5 месяцев назад. О его отличиях от старого расскажут наши корреспонденты. В интернате проживают дети из разных сел районов, занимающиеся в Ингинской детской юношеской спортивной школе, известной своими результатами не только в районе республики, но и далеко за их пределами. После ввода в эксплуатацию нового школьного интерната в селе Новый прошло 5 месяцев. Как прозимовали школьники в новом здании после большого, старого и холодного интерната, построенного в 1985 году, в котором воспитанникам приходилось ходить в куртках и унтах. Там ходили в обуви, как бы холодно было, а тут как бы даже в обуви нельзя, в тапочку ходишь, тепло, как бы уютно, хорошо. Там даже мыться нельзя было, тут моешься по каждым дням, после тренировки приходишь и моешься. Душ там замерзала вода, в туалете вода замерзала, здесь ничего не замерзает, все отлично работает. Ну только там был душ и ванная, а здесь только ванную установили, потому что площадь интерната сама маленькая. Новое здание интерната рассчитано на 30 детей. Там работают два дневных и два ночных воспитателя. Так, дети у нас в основном все с Хандыги, также есть дети из Сосыльцев, есть дети из Тополинова. В комнатах наполняемость, ну есть 8 человек, но так как двухъярусные кровати, поэтому располагаются очень компактно, комфортно, но детям комфортно. С введением в эксплуатацию нового современного интерната жизнь школьников стала теплее и комфортнее, что безусловно повлияет на их успехи в учебе и спортивных результатах. Нина Ханарова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Тампонский район.